Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем историю про развитие человеческого мозга и будем сегодня рассматривать это очень важный этап, так сказать, первые признаки, на самом деле, появления третичного сознания. Я ввел специально эту терминологию, и она введена, подробно рассмотрена в книге, которая только что вышла, является продолжением «Морфологии сознания» первого тома, о котором я уже многократно говорил. То есть вы можете её давно уже найти. А второй том задержался на три года, и поэтому, к сожалению, он только-только появился в книжных магазинах. Второй том выглядит вот так. Значит, речь о чём идёт? Как раз в этот период, который мы сегодня с вами будем рассматривать, происходит становление так называемого третичного сознания, то есть самой начатки. Первое, первичное и вторичное сознание человека связано с тем, что под первичным сознанием следует понимать у развивающегося ребёнка это работу лимбической системы, а именно, то есть всего комплекса ядер, начиная от гиппокампа, ядер сосцевидных ядер, ядер перегородки, того же самого гипофиза и всего остального, то есть весь комплекс, который регулирует инстинктивно-гормональные формы поведения, и достался нам ещё от архаичных обезьян, и даже более наших древних предков, таких как рептилии, этот центр, эти комплексы созревают первыми. Мы много говорили о том, как это происходит, и самое главное в этом комплексе – это то, что внутри него созревают нейроны, то есть образуют системы связи, синаптических контактов, в которых закрепляется некий набор неосознаваемых форм поведения, которые дети копируют у своих родителей. То есть та самая непроизвольная память, то есть они как бы не задумываются о том, что это важная информация, что она пригодится при подготовке в институт или в школе, или вообще по жизни может пригодиться. Нет, они так не думают. Они просто запоминают то, что делают родители. И это очень важный момент, потому что лимбическая система – это то, что для многих является смыслом жизни, то есть это еда, размножение и доминантность, ну и поддержание социальной структуры общества, где эту доминантность можно реализовать. Иначе говоря, вот этот набор простейших обезьяньих мотиваций, которые, собственно говоря, запускают человеческое поведение, он построен на лимбической системе. И, естественно, в силу разных обстоятельств она дифференцируется, то есть формирует связи и начинает влиять на поведение первой. Поэтому, когда ребёнок лежит на полу и дрыгает ножками, при этом стеная, душераздирающая, не обращайте внимания, это обезьяна в нём говорит. Только потом, спустя много-много лет, ему покажется это странным, когда какой-то другой ребёнок более маленький, чем он будет так делать. Дело в том, что первоначальное, вот это первичное сознание, построенное на лимбической системе, оно очень фундаментально важно. Это те принципы, которые достались нам от далёких предков, от обезьян, высших приматов, а потом и гоминид, целые цепочки имеются в виду, начиная с австралопитеков, которые были уже точно бипедальными, то есть двуногими, и кончая непосредственными ранними сапиенсами нашими, вот эта вся цепочка гоминид, которая к нам привела, она как раз пользовалась в основном очень важными и очень такими эффективными приёмами инстинктивно-гормональной регуляции поведения. Испугался, убежал, отъелся, размножился, отъелся ещё лучше, размножился, выпендрился, то есть всё, как и в современном мире, то есть достаточно выйти на улицу, чтобы увидеть торжество как раз этих трёх принципов. Вот за них отвечает наиболее архаичная, древняя и малоизменившаяся с времён архаичных рептилий лимбическая система. Что же ей противостоит? Противостоит ей как раз то, что у меня в книжках называется вторичным сознанием. Ей противостоит развивающаяся неокортекс. И мы с вами потратили много времени на том, чтобы разобраться, когда он начинает дифференцироваться и когда можно ожидать хоть какого-то осмысленного поведения. Ну, выясняется, что это 7, 8, 9 лет в зависимости от социальной структуры сообщества, уровня образования, воспитания и так далее. То есть примерно в это время неокортекс начинает активно формировать большое количество нервных связей, которые начинают запоминать. То есть запоминать уже более сложные вещи, чем реализация древних обезьянных принципов первичного сознания. И долгое время, то есть на протяжении имеется в виду нескольких лет, а для ребёнка это очень долго, происходит формирование неокортекса. При этом то, что было до этого возраста, это, к сожалению, почти полностью исчезает. Некоторые обрывочные сведения построены на очень ярких впечатлениях и жизненных потрясениях. Поэтому детская память, построенная, лежащая в основании первичного сознания, и по Фрейду, по Пиаже, которые исписали тонны бумаги на эту тему, на самом деле, в общем-то, является условными домыслами. Ну, непрерывность и преемственность психического развития по Фрейду является основой его концепции, которая, как вы понимаете, ничего не стоит, даже бумаги на которой написано. Почему? Потому что то, что формировалось на основании лимбической системы, во-первых, очень сильно перестраивается, а то, что формируется на коре, и подавно. То есть, преемственность-то, конечно, есть, но эта преемственность скорее как механизм реализации первичного сознания с помощью набора стандартных инстинктивно-гормональных стимулов. Ну, и Пиаже, который разделял точку зрения непрерывности памяти и непрерывности психического развития, что, конечно, в самом общем виде есть, это философская концепция, он вёл стадии интеллектуального развития. Что является границей стадии? Ну, это, как всегда, остаётся на совести этих фантазёров. То есть, на самом деле, использовать это абсолютно невозможно, хотя, как натур, философское представление имеет, безусловно, историческую ценность. На самом деле, регулярно даже критикальные запечатления, запоминания, они подзаменяются. Так вот, мы с вами долго рассказывали о том, как формируется кора, что она формируется неравномерно. Одни области, особенно связанные с органами чувств, формируются довольно быстро, потому что нужно хорошо видеть, нужно хорошо слышать, нужно лапками хватать и в рот запихивать. То есть, иначе говоря, вот эти все драгоценные свойства, они развиваются очень рано. То есть, органы чувства, моторный привод, потому что единственное, как дети могут среагировать на внешний мир, это с помощью своих двигателей, своей двигательной активности. Представьте, что ее нет, и вы никогда не догадаетесь, чего он хочет. Покраснение и расширение зрачков, которые тоже, кстати говоря, мышечный привод, немного вам скажет о той реакции, которую хочет продемонстрировать ребенок. То есть, иначе говоря, то, что необходимо для питания, созревает первым. И для этого лимбическая система, контролирующая, и тех простейших наборов поведенческих, которые запечатлеваются в этой самой лимбической системе, достаточно. вот такой примитивный мартышкин труд, который формирует, по сути дела, обезьяний мозг, причем очень низкоадаптивный. Это первичное сознание. Его заменяет вторичное, как я говорю, Корково. И в коре тоже все происходит неравномерно. И самыми поздними центрами, которые формируют человеческое сознание, или, как некоторые любят поговорить, про социальную ответственность, хотелось бы на нее посмотреть, здесь только области чисто человеческие, то есть нижняя часть лобных долей и частично височная, то есть частично теменная, то есть небольшие участки, которые делают нас людьми. И я говорил о том, что в них располагаются области, которые, собственно говоря, или очень плохо развиты даже у высших обезьян, имею ввиду шимпанзе, горилл и рангутанов. Или вообще отсутствуют. То есть вот это наши человеческие области. Ну и соответственно при их формировании та многочисленная и хорошо организованная память, она, собственно говоря, существенно перестраивается. Поэтому апеллировать к древним детским запечатлениям, как Фрейд и Пиаже, в общем-то бесполезно, потому что от них почти ничего не остаётся. Поэтому, собственно говоря, и запечатление это делится у человека на две группы больших. Одна группа это когнитивные и эмоциональные. Ну, эмоциональные, естественно, подкрепляются лимбической системой, а когнитивные это те, которые приобретаются из личного опыта, то есть те, которые уже отражают жизнь конкретного человека. Ну, и, соответственно, и подкрепление. Если мы говорим о эмоциональных запечатлениях, которые ребёнок запоминает, то это обычно поддерживается гормонально, инстинктивными механизмами. А если когнитивные запечатления, то это личным опытом и результативностью социальных отношений. Вот эта самая результативность социальных отношений, она предполагает некие формы развитой уже картикальной памяти, которые возникают достаточно в позднем возрасте. И при этом эта память, она безусловно связана с король. Дело в том, что очень много лет, если не сказать десятилетий, предполагалось, что память, она записывается как на магнитофонную ленту. То есть есть некие секретные белки, на которых там, которые запоминают это все. Но это откуда все взялось? Когда появились знаменитые первые доступные магнитофоны, имеется в виду акустические для звука, их наш соотечественник делал, знаменитые ампексы, когда там две бобины на одной оси, две кассеты. Ну, расшифровывается Александр Михайлович Пекшев. Но наши инженеры потом они очень были дефицитные, самодные и прочее. Вот как только появились такие штуки, так тут же наиболее, скажем так, склонных к пиару ученых, слегка впадающих в пиар-разум, тут же возникла гениальная мысль, а, наверное, и память такая. Есть какие-то молекулы секретные, конечно, на которых все записано бисерным почерком или там с помощью нуклеотидов закодированы. там всякие нелепости были. И молдия, память, она наносится на структурные основы, типа пленки, и потом, значит, прокручивается, и человек помнит все. Ну, и первые там эксперименты Пенфильда, когда он там старушку изловил одну, она попала в больницу, и тогда использовались, да и сейчас используются, тестирование на открытом мозге электродами, оказалось, что у старушки там она запоминает огромное количество помнит каких-то странных языков. Ну, тогда, естественно, киношники, вот эти все псевдофилософы, писуны, многочисленные сочинители романов этих придурок, они дико возбудились и говорят, все в памяти у человека, все находится, все там секретно зарыто, все древние языки хранятся в памяти, и достаточно только найти астральный хвост и за него дернуть, как из человека полезет. на самом деле, потом выяснилось, что эта старушка долгое время, многие тоже десятков лет, мыла пол у профессора лингвистики, который занимался древними языками, и какие-то обрывки она запоминала. Ну, и когда электроды ввели в мозг, она и стала выдавать на гора всякие неожиданности. Вот, на самом-то деле, конечно, такой памяти у человека, чтобы как на магнитофонной пленке запомнить, нет, но известными приемами, которыми тренируют Штирлиц в будущих, можно ее, так сказать, немного усилить. Это известная вещь, и ничего удивительного в этом нет. А вот так, чтобы на магнитофонную ленту, а потом взять и отсканировать, и пересадить память в машины, ну, это, знаете, вот, это старушек на лавочках разводить очень хорошо. Ну, это математики, компьютерные бонзы сейчас этим пользуются, чтобы обманывать обыватели. К сожалению, магнитофонной ленты там нет, и когда происходят, ну, такие, например, неприятные вещи, как синдром Корсакова, рассеянный склероз, ишемия, ишемическая болезнь мозга, когда сосуды не пропускают кровь, и нейроны страдают, а потом и умирают. Ну, и где магнитофонная лента в мозгах? Господа, молекулярные биологи, у которых там на молекулы всё записано, чуть при синдроме Корсакова ничего вспомнить не можешь, почему ишемический очаг, даже, между прочим, у физиологов, когда возникает, они что-то плохо с памятью, и никакой магнитофонной ленты нет, и что она, как по кусочкам нарезана в разных нейронах? Ну, конечно, это так, шутки, потому что, на самом деле, для того, чтобы память работала, нужны живые нейроны, то есть, память человеческого мозга, это функции клеток, а не некоторых магнитофонных лент, о которых, собственно говоря, так любят порассуждать всякие популязаторы науки и всякие авантюристы от неё. Ну, гранты получать проще, когда ты говоришь, сейчас мы поймаем шпиона, возьмём, заморозим мою голову и он там всё выдаст нам с помощью секретных компьютеров. Эта вся бредятина, она, конечно, хороша для фантастических фильмов. На самом деле, всё намного проще, и память связана только с нейронами, ни с чем больше. Поэтому убивается нейрон, убивается память. Именно поэтому после клинической смерти люди часто утрачивают огромные фрагменты памяти и которые никогда не восстанавливаются. А так рассказы о том, что там вот забыл, а потом вспомнил, они как-то не выдерживают критики, потому что для того, чтобы память была, на неё тратить надо энергию. А для того, чтобы тратить энергию, должна работать сосудистая система. А для того, чтобы сосудистая система работала, надо, чтобы кровь туда поступала с питательными веществами, со всем остальным. Поэтому нет никаких лент, нет никаких молекулярных носителей памяти и прочей всякой хинеи, которая вас кормит непрерывно из средств массовой информации. Дело в том, что если чуть-чуть оглянуться назад, то даже обычная гидра, кишечно-полосная, ну, которая проходит в школе, гидра пресноводная, вот сейчас они скоро появятся, они такие маленькие, миллиметр-полтора, но даже в микроскоп юный натуралист, который продается для детей. И то ее прекрасно видно. Вот если потратить силы и время, то эту самую гидру можно обучить кое-чему. Даже у нее есть память тоже нейронального типа. Там, ну, можно обычно классический пример, который делают с актиниями чаще всего в морских аквариумах, ну, это у кого есть такие возможности. Там кладут кусочек промокашки смоченные рыбьем соки, ну, сырой рыбы, конечно. Но она-то забрасывает и тут же выбрасывает. А если взять кусочек рыбки, то она забрасывает в ротовую полость и не выбрасывает почему-то. Так обучить можно и даже выработать некое подобие рефлекса. То есть даже кишечно-полостные обладают такой память. Уж о чем говорить? А у них там диффузная нервная сеть, которую, кстати говоря, наши компьютерные гении пытаются называются нейросеть. На самом деле это все тот же самый бейсовский классификатор довоенной выделки. Ничего там другого пока не придумали. А уж про насекомых, у которых 25-50 тысяч нервных клеток. Тут уж вообще надо относиться с уважением к тому, что, например, те же самые общественные осы, которые скоро появятся и полетят. Это, кстати, первыми будут как раз самки, которые заложат новые осинники, которые будут вас доставать все лето. Так что, имейте в виду, хотите избавиться от осинников, ловите толстых самок весной. Потому что она одна начинает выращивать рабочих ос, и они заполняют весь этот осинник, потом расстраивают. Так вот, эти самые одиночные осы, которые живут очень недолго, рабочая оса живет несколько месяцев, они на самом деле обладают тоже отличной памятью, можете поэкспериментировать, покормите их в одном месте, а потом не кормите в этом месте никогда, кормите в другом. Через два месяца можно предложить им пищу, и неожиданно для вас, если вы во втором месте, где вы их кормите, уберете пищу, они полетят там, где они один раз находили эту пищу, и будут ее там искать. То есть, это говорит о том, что даже у таких существ с инстинктивно-гормональным регуляцией поведения очень детерминированным генетически тоже есть память, она не такая, как у нас, не настолько адаптивна, но она тоже есть, она там занимает 10% мозга. То есть, таким образом, если говорить о памяти и первичном и вторичном сознании, то все это возникает сначала на лимбической системе, потом на основании дифференцировки коры. Ну, естественно, что и там, и сям идет перестройка этой памяти очень активно. И надо сказать, что на лимбической системе вообще мало чего удается сохранить. Ну, приведу один пример. Дети, например, проводили исследование, когда дети начинают различать собственное лицо в зеркале, там еще в чем-нибудь. Ну, интересно же узнать, как они действуют. То есть, оказывается, они где-то начинают различать с полутора лет. Ну, так, более-менее достоверно. и вот с полутора лет собственное лицо, они понимают, что это их собственное лицо, и потом они реагируют. То есть, когда там собственное лицо неприятное, делает какие-то ужинки, то их это раздражает. А когда вот спокойное, они успокаиваются. То есть, осознание на основании лимбической системы, оно очень примитивное. А вот на коре уже намного более сложное. И тут надо сказать, что кора, когда интенсивно растет, происходят всякие интересные вещи. Ну, например, считается, что у детей очень большое значение имеет как бы эмоциональное состояние. И вообще считается, что у них надо успокаивать, то есть, с ними так очень гармонично действовать. Но при интенсивном росте неокортикальных связей нейронов, на самом деле, это практически не сказывается. И дети запоминают разные совершенно события, даже в том случае, если находятся в разных эмоциональных фазах. То есть, их отстрессировали или наоборот похвалили, успокоили и прочее. Такие исследования проводились в 90-е годы, когда можно было еще с дитями такие фокусы делать. И было показано, что не очень влияет. То есть, достоверности не было. То есть, эмоциональное состояние, если ребенок без отклонений, что надо тоже помнить, эмоциональное состояние не очень сказывается на способность запоминать. То есть, иначе говоря, у нас мозг устроен так, что в момент интенсивного роста ему почти ничего не мешает. То есть, не мешает запоминать, не мешает, так сказать, оформлять свои мысли, поскольку у детей это происходит так интенсивно и так быстро, что сбить их с механизма морфогенеза, которым запоминается в системе связи новая информация, довольно сложно. Ну и отсюда уже надо сказать и особенности возникают у детей. Если мы откажемся от оценки индивидуальных особенностей, которые тоже очень велики и без учета их вообще такие статистические работы обычно не проводятся, то даже половой деморфизм сказывается. Причем он начинает сказываться, чтобы долго смеяться, до начала половой дифференцировки. То есть это говорит о том, что не половая дифференцировка гормональная делает девочек девочками, а мальчик мальчиками. Нет. Это заложено в конструкции их мозга. Поэтому вот то, что сейчас происходит на Западе, чудесные трансгендеры, смена пола, все это конечно чудовищная вещь, которую конечно нежелательно бы инкорпорировать в нашей стране. Мне кажется это не совсем тот путь, к которому надо идти. Так вот, оказывается с трех, четырех и пятилетних детей уже появляются признаки полового деморфизма. Еще нет никаких половых гормонов. Нет еще дифференцировки половой. А различия уже есть. Причем мозг работает у мальчиков и девочек по-разному. Это доказано в многочисленных работах, еще раз говорю, в те времена, когда это можно было делать. Потому что сейчас, если вы зададитесь целью, например, выяснить, почему, в чем генетические причины пигментации кожи у негров, вас тут же закроют навсегда. Или сейчас вы начнете выяснять, в каком возрасте начинаются различия решений и задач когнитивных, в том числе у детей, у мальчиков и девочек. Поставьте так вопрос, и не только ваш грант, ваш могут и институт закрыть на Западе с треском. Почему? Потому что все равны, а то, что у женщин молочная железа, у мужчин причиндал, это не считается. Это прелестно. Я думаю, что в ближайшее время они как раз за это дело все и получат, все, что им причитается. Очень своеобразным способом. Так вот, тесты у трех, четырех и пятилетних детей показали половой деморфизм. Это очень существенно, очень важно, поскольку девочки лучше различают многообразие стимулов и могут их так обобщать. А мальчики лучше воспринимают сочетание различных стимулов, то есть, они пытаются обобщать, чтобы, видимо, лениться и не запоминать, но тем не менее. Это есть, это есть и ярко проявляется. То есть, начиная с того момента, как появляются самые первые признаки окончания дифференцировки лимбической системы, уже в этот момент половые различия есть. И поэтому, соответственно, воспитывать надо девочек и мальчиков по-разному, в разных условиях и не насиловать их массовым единообразием и не тиранить на предмет выбора своей половой принадлежности. Это такой бахровый идиотизм с моей точки зрения. Ну и самое главное, что в конце вот этого развития наступает третья фаза созревания нашего сознания, то есть, третичное сознание. Кто хочет, прочтёт в морфологии сознания во втором томе, а кто не хочет, тот подождёт две недели, и я расскажу об этом здесь в студии. Но суть примерно такая, что третичное сознание делает нас людьми на самом-то деле, потому что первичное это у нас лимбическая система, вторичное это кортикальное, которое очень быстро заменяется, то есть, кортикальное созревание в конце концов приводит к чему половой дифференцировке, то есть, первичное лимбическое, второе репродуктивное, со всеми адаптивными особенностями человека, и у нас их много, и они очень своеобразны в разных этнических группах. Таким образом, нас обтелево развитие решается естественным путём главный гносиологический вопрос о мышлении. Ну, там, кому интересно, тот почитает, что там априорное, что апостериорное, но тем не менее, но я даже вынужден зачесть это дело, что проблема мышления решается с помощью двух параллельных процессов. Априорных способностей нейронов образовывать связи и апостериорных возможностей мозга, которые может получать и накапливать информацию о внешнем мире. То есть, нет никакого гносиологического вопроса, а есть физиологическая функция нейронов, которая есть также замечательно, существует, как я вам только что говорил, даже у гидроидных полипов. Я уж не говорю про таких сложных существ, как насекомые. Таким образом, собственно говоря, подводя некий итог сегодняшний, мы с вами подобрались к тому моменту, когда начинается формирование мозга человека. То есть, у нас сформировался мозг, как способ приема пищи, переваривания, адаптации за счет лимбической системы, сформировалась кора, которая социализировала нашего ребенка к обществу, в котором он живет, и потом сформировались половые центры, которые используют и лимбическую систему, и неокортекс, для того, чтобы он смог что сделать? Успешно размножиться. То есть, биологическая цель достигнута. Если созрели половые органы, и все готово, то вот это обеспечение мозга на основании первичного и вторичного сознания вполне достаточно, чтобы заняться воспроизводством. А дальше, как дети становятся, могут стать людьми, а могут и не стать, и так останутся счастливыми бегунами со спущенными штанами по планете, мы разберем следующий раз, когда я продолжу уже теперь рассказывать про морфологию сознания уже более зрелых существ. А про то, что я рассказывал последние несколько передач, вы можете прочесть в книжке в первом томе морфологии сознания, если захотите. Потому что, конечно, всех деталей и подробностей я передать не могу. Ну, а теперь мы с новым объектом, с вороной переходим с вами второй части нашей замечательной передачи, а именно ответы на вопросы и комментарии всяких героических событий, которые происходят в нашей стране и за рубежом. Что же происходит на самом деле? На самом деле происходит много интересного, и тут наша страна впереди планеты всей. Потому что у нас создано несколько комиссий по науке, известная история с девочкой, которая пожаловалась, что у нее зарплата маленькая. И в результате было принято принципиальное решение сократить ученых так, чтобы зарплата не повысилась чрезвычайно. Чем, собственно, и все и занимаются. Ну, там переводят опять на полставки, опять переводят, увольняют сотрудников. Почему? Потому что сотрудник должен сидеть на работе. Это не важно, что он там пишет, не пишет. Важно, чтобы был повод его уволить. То есть, это происходит во многих институтах, и так у нас науки очень мало, почти не осталось. Ну, я думаю, в ближайшее время идеи, заложенные нашими выдающимися руководителями науки из недавнего прошлого, они дадут свой результат. То есть, она окончательно исчезнет. При этом комиссии, которые создаются, там все те же самые лица, которые, так сказать, до этого организовывали, улучшали, ну, в смысле, оптимизировали науку, и это оптимизировали такой степенью, что значительная часть молодежи уехала, а старикам нету стимула работать, потому что какой стимул заниматься научными исследованиями, если они, по сути дела, определяются западными нашими коллегами, которые решают принимать наши статьи, не принимать в печать западные журналы, соответствуют нашей идее их парадигму или не соответствуют, а наши в ответ платят зарплату за то, что мы публикуемся в западных журналах. То есть, таким образом, смысл отечественной науки практически утрачен. То есть, то, что не является там ДСП, оно будет быстрее всего полностью уничтожено. Тем более, что в комиссии, которые создаются на высочайшем уровне, входят все те же люди, которые уничтожали нашу науку на протяжении десятилетий. Довольно успешно, надо сказать. Ну, а сейчас мы перейдем к вашим вопросам, потому что вопросов, как всегда, много, и наверняка среди них есть интересные. Значит, вредно ли для мозга выдирать волосы из носа, и вредно ли для самих нервных окончаний в носу рецепторов. Ну, если вы там повыдираете все рецепторы, конечно, вот наяривать так пальцем будет не так приятно, потому что механическая стимуляция рецепторов в носу, она всё-таки даёт возможность получить удовольствие от ковырения в этом самом носу. Надо понимать, как устроены наши волоски, они не только на голове, они и в носу, там, в ушах, и вообще в разных местах растут, иногда довольно неожиданных. Что же с этими волосками? Дело в том, что каждый волосок, который есть, он накручен, на нём накручено нервное волокно, плюс нервное окончание лежит рядом. Ну, так накручено, как пружинка, на которой болтается ворона. Значит, и внутри растёт волосок. Если вы выдираете, то, во-первых, это больно. Почему? Ну, вы просто берёте и рвёте нерв. Ну, зачем вам такой мазохизм? Это кажется мне чересчур. Вы заведите себе небольшие ножнички острые и подрезаете волосы в носу. Не надо, потому что вы их совсем там выдрать не сможете, потому что раньше был даже такой принцип. Значит, человек, когда лысел, то был такой фокус. Брали массажёр, туда втыкали несколько тысяч иголочек, таких обычных, типа швейных, и начинали по голове шмурыгать. Представляете, как кровь текла. А в чём дело-то? А дело в том, что когда вы травматизируете дерму, там вырастает много капилляров. И после вот этого безобразия, травматизации лысины, там появлялся пушок такой, небольшой. Ну, и этого давали, конечно, за потрясающую технологию. Пушок, естественно, довольно быстро исчезал, потому что капилляры опять запустевали, поскольку причина появления волос и нарушения это вопрос кровотока кожи. Поэтому, когда вы дёргаете в носу волос, вы, во-первых, делаете себе больно, не очень хорошо. А второе, что вы делаете, вы стимулируете регенерацию в этом месте, образование капилляров. Ну, и чем больше обычно дёргают, тем лучше волоса в носу и растут. Поэтому не советую увлекаться этим делом, а то у вас силы исчезнут, и вы, а в носу у вас заколосятся там лохматости всякие. Почему в процессе эволюции не появились организмы, у которых регенерируют все органы и системы? Или организм должен умереть, чтобы отбор был? Да при чём этот отбор? Вы что думаете, кто-то планирует, как мы все будем устроим? Размечтались. Если бы хоть кто-то планировал, если бы секретный совет мудрецов, Господь Бог или ещё какая-нибудь ерундистика. Было бы, это было бы счастье. Да потому, что никто ничего не планирует. Проблема в том, что эволюционный процесс адаптации организмов, он очень динамичный. И у нас всё время среда меняется. И поэтому действительно эволюционный процесс, он негативный отбор. Не выживают сильнейшие, а умирают слабейшие. Всё не так, как вам рассказывают. А регенерация есть у многих организмов. Ну почему? Вы вот сейчас весной пойдёте помогать бабушке с лопатой. Вы там устраиваете массовую регенерацию червей, разрезая их лопатой пополам, и получаете два организма. И никто особенно не умирает. Нет, там у них есть половой процесс для обмена генетическим материалом, довольно забавный. Там так они складываются, по ним муфточка такая ползёт. Ну и туда попадает всё, что нужно от мальчика и от девочки. Ну кто в этот момент мальчика, кто в этот момент девочка, там как в американской армии. То есть борьба между пидорасами и трансвеститами. Ну, наверное, какие-то есть особенности. Или трансгендерами, как угодно. Там такие штучки. Ну у червей всё попроще, они эту муфту проходят, они откладывают такой комок слизью, и откуда появляются новые червяки. Половой процесс есть, но если вы его разделите лопатой пополам, тоже ничего страшного не будет. У многих животных регенерация лучше, чем у нас. У нас тоже регенерация. Вы каждый день дышите и чихаете собственными регенератами. То есть ваша кожа регенерирует каждый божий день, особенно на руках. Ну если их мыть, конечно. Она нарастает новый слой. И вся пыль в доме, что показано давным-давно, больше 90%, это ваша собственная кожа случившаяся. Просто у нас ресурс ограничен. У нас число клеточных делений включается только во время полового процесса. Называется это хайфлик. То есть 50 клеточных делений отпущено человеку на всю жизнь. И в рамках этих у нас и кожа регенерирует. Ну печень, кстати говоря. гепатоциты тоже, если вы их там уж не совсем паленой водкой отравили, то они могут и регенерировать. У нас она всю жизнь разрушается и регенерирует. Это тоже известный феномен. У нас много чего регенерирует. Кровь вам хватает на всю жизнь обычно. Ну если какой-то патологии не возникло. Так что вы тоже живете в основном к регенерирующим организмам. Как вы относитесь к доктору Курпатову? Популяризатор науки пересказывает мои книжки иногда очень безграмотно. Как влияет на мозг секс с несколькими партнерами? Поначалу развивает, а потом дело начинает клониться к тому, что вы без этого не можете жить. Почему? Потому что такая многопартнерность предполагает то, что вы очень эффективны или самец или самочка как бабуин. И лимбическая система постепенно начинает повышать порог возбудимости. И чтобы вам в следующий раз получить удовольствие вам, надо уже будет встречаться одновременно например с командой баскетболистов. Ну или сразу с большой командой пловчих. Иначе ничего не получится. Потенция падает. Расскажите о возможности пришивать оторванные конечности тела человека. Насколько все это реально и какие функции сохранятся какие-либо. Дело в том, что да, пришивать можно. Микрохирургия сейчас очень развита. Можно сшивать достаточно мелкие капилляры. Ну не капилляры, сосуды скажем так. Регенерация у нас возможности есть. В некоторых случаях даже иннервацию можно восстановить. Не всегда стопроцентно. Но да, это существует. Вопрос в масштабах повреждения. Есть ролик, где Познер берет интервью Бехтеревой. Так она предполагает, что мозг это инородное тело в теле человека. Якобы он знает ответ на заранее сам решает нажмет человек правильный ответ. Но Бехтерева это отдельная история. Почему? Потому что никогда бы Бехтерева никаким бы ученым не была если бы неудачно не вышла замуж. Что и стало ее залогом необычайной быстрой и эффективной академической карьеры. И когда в 90-е годы избирали директоров, как известно, больше 90% сотрудников Института экспериментальной медицины проголосовал против нее. Вот вам и вся характеристика. То, что она пишет о мозге, то, что человек может думать одну мысль, но это оставляю на суд людей, специализирующих по заболеваниям нервной системы. Но она неоднократно меняла свою ногу. То есть, сначала она была сторонницей коммунистической партии, все, что с этим связано. Потом она стала высоко духовной личностью и увлеклась, так сказать, божественными началами. Но потом вообще мистицизмом в чистом виде. Что, собственно, напоминает и родоначальника этой семьи. К сожалению, ничего хорошего она науку не принесла. А уж то, как они в своем институте, который она разделила от института экспериментальной медицины, лечили эпилепсию, но об этом лучше бы спросить у специалистов и у юристов из Минздрава. Куда подевались все эти многочисленные дела по этому поводу. Это там большой вопрос, потому что нельзя быть настолько неосведомленным о строении головного мозга человека для того, чтобы повторять старую операцию, которая делалась на Западе много-много лет назад по разрушению передней части поясной извилины, которая снижает контроль коры, о которой мы с вами говорили, над лимбической системой. И вместо того, чтобы увеличивать контроль за лимбической системой, которая руководит поведением наркоманов. Происходило все наоборот. Теперь решайте, что вы хотите. Про Познера и Бехтерева. По-моему, два сапога пара. С детства заметил, что обладаю хорошим пространственным ображением, хорошо черчу, могу быстро моделировать движение сложных механизмов. Что за область или поле за эту функцию отвечает? За это поле отвечает несколько полей. Во-первых, для того, чтобы хорошо чертить, вы должны обладать хорошей двигательной моторной координации. То есть, это зрение раз, двигательная и сочетание с двигательно-моторной, то есть, манипуляторной активностью два. То есть, верхняя затылочная часть, 17-18-19-е поле. Потом, дальше, верхняя 9-10-е лобные поля. И раз вы можете не только но и представлять это все, значит, ну, соответственно, и поля верхней теменной области, которые отвечают за пространственное впечатление нашего мозга. То есть, у вас хорошо развиты эти функции. слушайте, проектировщики механизмов, еще что-то. Или в архитектуру. Это будет хорошо. Вы рассказывали, что для проекта надо много денег. Это на разработку одного прибора или на массовое производство. Проблема заключается в том, что, с моей точки зрения, в ближайшем будущем все, начиная от военных действий между разными странами, будет сводиться не к интернет-противостоянию и не бряться не железяками, а совсем к другому. А именно к механизмам управления человеческим сознанием. Управлять можно разными способами. И здесь речь идет не только о интернете и компьютере. Есть масса других приемов. И в рамках того, что я предвижу, тех событий, которые я предвижу, к сожалению, надо этим заниматься. Нужно научиться отбирать людей, тех самых носителей третичного сознания. Выявить с помощью тестов IQ и всяких там ужимок и прыжков тестировщиков, то есть, с помощью так называемых цифровых методов нельзя, просто невозможно. И наш весь последний опыт об этом говорит. Значит, надо разрабатывать, собственно говоря, то же самое сейчас в отношении человеческого мозга, что разрабатывал Королёв, фон Браун и все остальные в отношении космической техники. Иначе будет поздно. Задача сложная, непростая, очень энерго- и финансово-емкая, но это надо делать, потому что никакие прыжки и ужинки с этими электромагническими шапочками, с передачей на расстояние имени Илона Маска, там, чипы встроенные, которые будут. Вот эту всю чушь можно забыть. О ней было написано много чего еще 40 лет назад. Нет, нужно отбирать людей, имеющих определенные способности для решения этих задач, которые будут инструментом, там, я не знаю, как созидания, так и войны. Этого не делается. Это очень плохо. А много денег надо для того, чтобы хотя бы начать эти исследования. Эти исследования в нашей стране не ведутся и вестись не будут до тех пор, пока мы будем электромагнитные шапочки для мальчиков и их родителей напяливать на людей и выдавать это за высокие достижения в области изучения работы мозга. То есть, надо прекратить эту профанацию. Но, судя по комиссии, которая создана по науке, никаких шансов заняться объективным изучением мозга у нас нет и не предвидится. Существуют ли лекарства, чьи, травы, которые без последствий могут просто улучшить самочувствие? Или лучше простой разнообразной пищи? Ничего нет. Самочувствие это очень субъективная вещь. Вы пьёте же чай, самочувствие улучшается, вот и хорошо. Чё ж, к сожалению, не очень много у нас возможностей для того, чтобы воздействовать на свой организм и чтобы потом за это не платить. В этом вся проблема. Проблема заключается, что можно подействовать? Да, можно. Но это очень дорого обойдётся. Я всё время не устаю повторять. Вход рубль, выход три. То есть, если вы мобилизуете себя на день для решения задачи, вы должны три дня потом восстанавливать свой мозг. Иначе он потом работать даже так, как до вашей мобилизации не будет. Ну, так мы устроены. У нас энергетический баланс очень тонкий. То есть, ресурса никакого нет. А ты ещё раз говорил, на шесть минут запас, ну, вы чего? А если вы начинаете гнать там, интеллектуально напрягаться чрезвычайно, то вы, конечно, за это дорого заплатите. Поэтому не пользуйтесь никакими стимуляторами. Распределяйте задачу так, чтобы можно было её выполнить. Прерывайтесь для того, что она там на что-нибудь интереснее. на секс. Ну, чтобы только отдохнуть от этих занятий. Но никак не стимулируйте мозг. Это очень плохо. Как вы относитесь к деятельности Георгия Рогозина, Бориса Ратникова ФСО? Умение забраться в голову президента США под лодкой и так далее. Ничего вы не узнаете. В голову президента США зачем? Вы что? не читали путешествия в ад Данте? Вы хотите, что у этого президента, который не помнит, как зовут его министра обороны, вы хотите туда проникнуть? Вы что думаете, там есть какие-то секреты? Я вам и так скажу, там ничего кроме атеросклеротических бляшек и тяжёлых зон выпадения и гибели нейронов нет. Причём, можно даже сказать, в каких областях. и никакие деятели забираться в голод президента США не могут. Это очередные этих прохиндеи, которые, как я понимаю, выдают желаемое за действительное. Для того, чтобы проверить, что думает президент, нужно сначала проверить на простых людях и доказать. Ну, президенту в голову нельзя залезть, чтобы узнать, где подводная лодка. Он этого просто не знает. Я думаю, что он вообще плохо представляет себе, что такое подводная лодка. Я имею в виду президента США. Посмотрите на него, какой красавец. Так что таких мистиков очень много. Таких людей было, вы знаете, где-то в 80-х или 80-х 80-х годах, когда компьютер был редкость, у меня не было. Я писал авторучков. Я как-то попал в одно место, где аналогичные артисты рассказывали о том, как они будут силой мысли управлять, я не знаю, полетом американских ракет. Я был в таком подвале, где метров 30 стояло цветных мониторов, которые так мигали. Они рассказывали, что они проникают в суть вещей с помощью секретных, специальных секретных программ. Машины были 286-е, так на всякий случай. Я видел таких же авантюристов на 10 лет раньше, которые, притащив компьютер слабее XT, то есть, вообще, самое примитивное, что было, из массовых компьютеров, и показывали, снятые, значит, на видеокамеру с разрешением 640 на 480 нейроны и говорили, что сейчас они проникнут в суть человеческого сознания. И таких видел. Вот эта вся мистификация продолжается с того момента, как появились компьютеры. Но там и близко нет, чтобы хотя бы понять не то, что в голове президента США, а то, что в голове пиявки находится. И прямой, простой, встречный эксперимент, я думаю, закончатся этими ребятами все эти истории. Потому что существуют научные приемы проверки достоверности таких подходов. Если они не использованы, то с вами очередной комплекс авантюристов. А замечательные эксперименты о том, как с помощью X лучей можно переносить на большие расстояния вещества и информации. Пожалуйста. У меня несколько раз такие исследования даже заказывали совсем распоясывшиеся, так сказать, спонсоры этих работ. Ничего не переносится. Никак, никуда. Ну, классический пример этого у нас там. Была идея о том, что вещества переносятся секретным электромагнитным излучением на огромные расстояния. Это сейчас постоянно вылезает везде. Для этого нужно взять портрет человека, сложить с лекарством и послать их в случае. Что произойдет? Лекарство окажется в человеке. И какой-то из спонсоров этих клоунов попросил провести эксперимент. Мы провели эксперимент. Переносили вещество, от которого моча у мышей должна быть красной. Но, потому что, если этим веществом накормить их, оно краснеет. И вот мы сделали параллельный эксперимент на расстоянии 20 километров и с помощью суперсекретных х-лучей мы переносили это самое вещество. При этом каждая мышь была сфотографирована и сложена с этим, с фотографией этого вещества. Вот так. Эмульсии к эмульсии, чтобы строго все было. Вот, значит, полтора месяца этим маразмом занимались, но в результате и даже искали в ультрафиолетовом свете это вещество еще флуоресцирует, поэтому если хоть бы несколько молекул бы мышь бы выписала, то мы бы конечно нашли. Но ничего не получилось. Но потом выяснилось, я уже говорил об этом, что у мышей там, как говорил исполнитель, астральные поля там не совпадают. Так что вот таким образом. Потом, правда, были всякие истории, когда мне приходилось подписывать письма, чтобы выпустили экспериментаторов, когда они пытались на Западе лечить онкологию. Но за это надо не выпускать, а сажать на всю оставшуюся жизнь. Потому что таким способом мы только откладываем хирургическое лечение болезней или химиотерапию. Вот это очень плохо. Значит, скажите, пожалуйста, синдром Аспергера может со временем перейти в шизофрению? Не знаю, так к специалистам обращайтесь. У меня таких знаний нет. Для тренировки мозга в 40 лет с помощью каллиграфии важно писать быстро или аккуратно. И то, и другое важно, но аккуратно важнее, чем быстро. Но самое главное, научившись каллиграфии, поставить себе неуполнимую задачу, какую-нибудь замечательную, переписать, например, Конституцию Российской Федерации, что-нибудь такое, подарить Конституционному Суду. Ну, весело будет. То есть, надо не просто осваивать некую методику, но нужно и реализовывать. Просто, я уже об этом многократно говорил, человеческие мысли только тогда имеют значение, когда они материализуются. А всё, что вы думаете про себя и забываете, выеденного вица не стоит. Поэтому любая, любой навык, любая мысль должна быть реализована. То есть, вы должны её воплотить в физическое событие, иначе от неё ничего не останется. То есть, вы относитесь к этому очень внимательно, потому что мысли умрут вместе с вами. Только материализованные мысли могут, собственно говоря, дать какой-то результат. Ну, и у нас есть ещё вопросы, которые мне задают, просто завидной регулярностью. Насчёт музея мозга. Дело в том, что когда-то, много лет назад, я начинал работать в музее мозга. Да, конечно, хотелось бы создать музей мозга, где можно было бы творить разумное, доброе, вечное, но построить его даже можно. Даже можно, может быть, кто-нибудь и денег даст. Ну, во-первых, с мозгами у нас трудно. Люди, владеющие собственным мозгом, никому не нужны. Это, я надеюсь, вы уже поняли. Но, во-вторых, для содержания такой вещи, как музей мозга, нужно довольно много денег. Даже, чтобы поддерживать относительно небольшую лабораторию, нужно примерно в год, чтобы она работала, а не имитировала наличие науки в нашей стране, нужно примерно 25, там, из 10 человек 25 миллионов рублей в год. Как вы понимаете, такого счастья практически никто не имеет. Ну, кроме единиц, приближенных, так сказать, к кормушке околонаучной. К сожалению, я к ним не отношусь, и поэтому испытываю всегда трудности. Есть еще более интересные, есть вопрос, на который уже ответил. Презентацию новой книги. Презентации пока не будет, пока ковид не отменят, и ничего здесь сказать не могу. Значит, о балансе опиоидов и канабиоидов. Там нет баланса. Дело в том, что и опиоиды, и канабиоиды синтезируются всю жизнь. Но в детстве просто и то, и другое, когда нейроны растут, и канабиоиды, и опиоиды синтезируются в большом количестве. Следовое количество опиоидов сохранится на всю жизнь, но только следовое, они удовольствие не доставляют. Во взрослом состоянии работают в основном канабиоиды. Баланса там не поддерживается. То есть, в начале, в детстве они работают в паре, то есть, эндогенные канабиоиды, опиоиды образуются по определенным законам, которые я многократно описывал и говорил. А у взрослых людей после полового созревания количество опиоидов резко падает, но они не исчезают полностью. В организме нет такого, чтобы вот отрезали и все. Никогда больше не будет. Клетки-то продолжают работать, какие-то клетки в небольших количествах это синтезируют. Поэтому не надо думать, что вот четко. У нас не механизм, организм более сложная система и более эластичная. Поэтому баланса между ними нет и быть не может. Они это ответ на снижение энергетических расходов самого мозга. То есть чем меньше, чем больше вы ленитесь, бездельничаете, воруете, а не работаете, соблазняете чужих жен и так далее, тем больше вы получаете каннабиоидов, а в детстве еще и опиоидов. Но там в детстве немножко все по-другому, поэтому там опиоиды просто усиливают вот это детское ощущение и та яркость впечатлений, которые вы получаете из своего детства, она на самом деле замешана на вот этой смеси каннабиоидов и опиоидов эндогенной природы. Книжки по воспитанию детей с этим очень сложны. Почему? Потому что если использовать западные книжки типа спокок заезженного уже, это он слабо отражает сегодняшнее положение вещей. Я таких книг достаточно полноценных не знаю. То, что мне попадалось в руки, это отвратительно. То есть, как правило, это некие навязчивые детали, но не боюсь, что успешно. Дело в том, что многие спрашивают о странных вещах, у нас осталась минута, о синтетическом спирте, значит, и о том, как у нас с синтетическими продуктами то есть органического синтеза. Я уже говорил об этом, еще повторюсь. Дело в том, что при результате химического синтеза получаются молекулы L и D, то есть, левозакрученные и правозакрученные изомеры. Наш организм состоит из левозакрученных молекул. И попадание правозакрученных молекул нежелательно, во-первых, неэффективно, во-вторых, долго выводится. Вот поэтому продукты химического синтеза на этот предмет надо тщательно проверять, чего не делается, что, собственно говоря, подразумевает некоторые проблемы с питанием, особенно с большими примесями синтетических органических молекул. На этом, уважаемые господа, я заканчиваю сегодня свой эфир. До свидания, до следующих встреч. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok